Что человек? Песчинка в мире он, но боль его громаднее вселенной, писал великий армянский поэт Оветик Исакян. Действительно, каждый человек — это целая вселенная со своими радостями и печалями, надеждами и разочарованиями, взлётами и падениями, успехами и неудачами. Каждый из нас имеет уникальный опыт проживания в этом лучшем из миров, и каждый достойный внимания окружающих. И всё же есть среди нас люди особого склада, которые достойны этого внимания вдвойне. Им гораздо труднее, чем многим из нас, просто в силу того, что они относятся к категории людей с ограниченными физическими возможностями. Однако, несмотря на это, они живут очень активной, насыщенной жизнью, показывая всем нам пример мужества, оптимизма, целеустремлённости и воли. Одна из них, герой нашей передачи, активистка, спортсменка и просто красавица Марина Ермакова. Родилась в Москве в 88-м году. Родители оба инженеры, оба с высшим образованием, очень интеллигентная семья. Я получила такое воспитание разностороннее. Училась в школе в массовой. Ну и в 8 лет я переболела гриппом, и как осложнение у меня появились проблемы со зрением. Ну вот, ну, школу я всё-таки закончила, потому что, ну, потому что очень хотелось, очень надеялась на то, что, когда мне будет 18, всё обязательно будет хорошо. Я обязательно поступлю в институт. Ну, в общем, так оно и вышло. Это же интересная комбинация. А почему я не могу? Это стереотип. Я, в общем, мой девиз разрушать стереотипы. Это стереотип, что девушка должна заниматься гимнастикой. Почему бы нет? Я хочу заниматься железом, и я хочу... Я хочу строить себя сама. И я выбрала не то, что модно, а то, что я считаю для себя наиболее интересным. Пока не разочаровала, пока я абсолютно очарована. Просто, просто на крыльях. Просто вперёд, вперёд, вперёд. Марина Ермакова – чемпионка России по пауэрлифтингу. Липопытно, что она занимается этим серьёзным видом спорта менее года. Но за это время уже сумела достичь удивительных результатов. Выиграла Кубок страны, стала чемпионкой Москвы и России по пауэрлифтингу среди незрячих спортсменов. Разумеется, эти результаты вполне закономерны, так как они явились не как случайное везение, а вследствие очень серьёзного до фанатичности упорного труда на тренировках. Может быть, сыграли свою роль Гены. Родители Марины серьёзно занимались спортом. Но главное, конечно, в другом – в её умении сконцентрироваться и направить все свои силы для реализации намеченных планов. Именно поэтому ей удаётся одерживать замечательные победы на помосте. Когда-то Марина работала на спецпредприятии, делала осветительные приборы. В последствии трудовая закалка здорово поможет ей в достижении хороших результатов в спорте. После того, как завершилась учёба, конечно, встал вопрос, а что делать дальше? Потому что вышло так, что я осталась без помощи родителей. И мне некому было протужировать или куда-то пристроить. И даже, в принципе, посоветовать было особо некуда. И пришлось самой искать какие-то выходы, потому что я посидела месяц дома, я поняла, что я так не могу. И я пошла на предприятие. Просто потому что нужна была занятость, нужно было что-то делать, чему-то учиться. Ну, научилась собирать светильники. Начала работать на конвейере. Мы занимались ручной сборкой светооборудования. Я продержалась почти год. Ну, я узнала цену труду. Я стала постепенно знакомиться с жизнью вот этого круга людей с слабленным зрением. И вот я узнала, что есть здесь такой центр. Мы сюда случайно, сначала уходили на праздники, просто так здесь вот. И пришла я на какой-то новогодний праздник. И узнала, что здесь есть зал. И мне случайно совершенно человек, ну, человек, наверное, не случайно, но мне продолжили заниматься. И я подумала, а почему бы не заняться в конце концов. Мне сказали, что стране не хватает спортсменов. А я решила, что мне не хватает спорта. Марина в детстве потеряла зрение в результате осложнения после перенесенного гриппа. Но, несмотря на это, закончила среднюю школу, а потом колледж для слабовидящих. Марина постоянно занимается самообразованием. Прошла специальные курсы по освоению компьютера. Много читает и сейчас получает высшее образование. Студенческие годы подарили новых друзей, новые знакомства, много новой интересной информации. Это был для нее большой шаг самостоятельной жизни. Именно тогда, еще учась в колледже, она и увлеклась вечными вопросами бытия и стала штудировать философские труды. Мне было интересно найти себя. Я была самостоятельная личность. Мне нужно было найти, ну, как бы, какую-то суть в жизни, потому что... Ну, потому что я четко осознаю, что все в этом мире неспроста, и все, что со мной происходит, неспроста. Да, и это правда продиктовано какой-то... Ну, в этом есть какой-то смысл. Продиктовано какой-то высшей сущностью, что ли, потому что... Ну, потому что не может человек прожить жизнь зря, и не может... И все, что с человеком происходит, плохого или хорошего, оно ему чему-то учит, наставляет на какой-то путь. Я изучила много концепций. Тут же со своим юношеским максимализмом вывела общую. Решила, что я теперь все знаю про этот мир. Что, да, все там индусы, тибетцы, ну, не знаю, скандинавы, все они, конечно, правы, но у них есть какая-то общая канва, и я теперь точно знаю, как жить и куда двигаться. Я понимаю, что все было не так блестяще, как казалось, но... Главное, что я верила, и мне это давало какую-то... Ну, прям какую-то силу. Смотря на эту хрупкую на вид, тоненькую, как ветка, стройную девушку, трудно поверить, что она серьезно занимается одним из самых силовых и физически тяжелых видов спорта – пауэрлифтингом. Тяжелых в буквальном смысле слова. Во многом, по словам самой Марины, это ей удается благодаря тренеру Сергею Викторовичу Казанцеву, который стал для нее в известном смысле родителем. Он не только разглядел в обычной с первого взгляда девочке будущую чемпионку и поверил в нее, но и сумел передать ей все свои знания и опыт, вложил всю свою душу. Для Марины тренер – непререкаемый авторитет и учитель не только в спорте, но и в жизни. Именно он раздвинул для Марины горизонты мира. Самоотверженно работая в тренажерном зале, Марина во всем придерживается строгих требований своего наставника. Тренер зовут Казанцев Сергей Викторович. Бесподобный человек, который просто увидел меня в зале, просто спросил, не хочу ли я позаниматься, не будет ли мне интересно. И ему, правда, удалось меня увлечь. Ну, первоначально ему, наверное, было очень сложно с ним заниматься, потому что еще не спал тот юношеский максимализм, о котором я рассказывала, я, правда, ему пришлось ломать и мое упрямство, и ломать его аккуратно, так, чтобы не отбить у меня желание к занятиям. И, в общем, очень сложную психологическую работу пришлось провести со мной этому человеку, но теперь ему все удалось. У нас, правда, команда, у нас хорошие перспективы, и мы обязательно будем просто друг за другом. Спортсмены-пауэрлифтингисты постоянно работают со штангой, поднимая за одну тренировку горы металла. Достаточно сказать, что в сумме троеборья, жиме штанги лежа, приседании и тяги, рекорды лучших спортсменов мира составляют более одной тонны. Сергей Шаталов, один из самых титулованных и авторитетных российских пауэрлифтингистов, является кумиром Марины, о ком она рассказывает с неизменным чувством уважения и восхищения. Мой, как сказать, соратник по сборной, есть такой великий спортсмен российский Сергей Шаталов. Он неоднократный абсолютный чемпион мира и бесподобный человек. Вообще в моем окружении очень много достойных людей, от которых хотелось бы что-то повзаимствовать. Даже моего тренера взять, Сергей Викторович, тоже очень интересный человек. Марина только в начале своего жизненного и спортивного пути. По секрету скажем, что в ее дальнейших планах активно работать в параспорте, помогать инвалидам. Зная ее несгибаемую волю и стальной характер, можно не сомневаться, что ей удастся воплотить в жизнь все свои мечты и планы. Отначе в случае никто не созрахован, жизнь полна коварных неожиданностей. Мы правда есть, и мы такие же, как и все остальные, абсолютно ничем не отличающиеся нам. Нам так же хочется жить и радоваться жизни. И иметь достойную работу, зарплату, занятия. И хорошо бы, если люди были бы более понимающими, более осведомленными в этих вопросах. Просто мы среди вас, да. Иногда кому-то на улице помощь требуется. Усиление, правда, недостаточно осведомленное и относится порой дико. Им странно, а мы для них чужие. Это периодически так выходит. Ну, и что, что это можно преодолеть? Выйдет в наше общество на европейский уровень и поймет оно, что инвалиды такие же люди, как и все. А может быть, даже немножко особенные. Одна из главных на сегодня задач для Марины Ермаковой – стать чемпионкой мира и покорить все спортивные пьедесталы планеты. Покорить мир ей, конечно же, будет вполне по плечу, потому что она сумела сделать главное – победить свой недуг. А ведь это, если задуматься, самая главная победа, которую только может одержать человек. Пока готовилась к эфиру передачи, к нам пришла радостная весть. На прошедшем недавно в Брянском чемпионате России по фауэрлифтингу Марина Ермакова снова стала чемпионкой России, получила звание кандидата в мастера спорта и установила два рекорда страны. Так держать, Марина. Для людей, которые, при котором, правда, стоят проблемы выбора, что делать дальше, ну, я бы посоветовала… Главное – постоянно двигаться вверх, главное – постоянный рост, потому что иначе будет откат назад. Жизнь представляет много, на самом деле, перспектив. Можно присмотреться и к высшему образованию, и к тому же спорту, и доходь бы даже к семейной жизни, к какой-то перспективной интересной работе. Просто главное – не бояться, ну, как, не следовать за модой и не бояться воплощать в жизнь свои интересы, свои мечты, свои какие-то увлечения. Надо жить тем, что интересно. Если твоя деятельность совпадает с твоими увлечениями, то лучше не придумаешь. Это всегда будет сопутствовать успех. Это гораздо лучше, чем ходить на престижную, на нелюбимую работу и отсиживать, когда же наступит пятница, когда же кончится рабочий день. Ведь так приятно просыпаться утром и радоваться просто восходу. Жить вообще интересная штука. Просто интересно. Я рада просыпаться каждое утро, потому что новый день, и я могу что-то сделать в нем. Я знаю, что все в моих руках, и меня от этого прет. Да, я представила себя как спортсменка, но это же не все. Я слушаю музыку, посещаю концерты. Я люблю органную музыку, я люблю роковую музыку. Тоже пытаюсь активно, культурно отдыхать и обогащаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...